Так, друзья, вы меня вдохновили и мы имеем еще один фильм. Да, благодаря троим из вас, благодаря тому, что я не буду выпиливать сорокалетний маржурский абрикос-патриарх, который стал родоначальником, да, вот так случилось, что, может быть, их по России было сотни тысяч, но именно от него он дал потомство десятитысячное, которое уже не косточками, косточек уже сотни тысяч. Он дал потомство в виде десятков тысяч сеянцев по всей России. Примеры я приводил. Их выращиваются вполне живые люди и умудряются уже многие сделать даже коммерцию, то есть продавать сеянцы маржурского абрикоса. Все это замечательно. Процесс пошел независимо от того, что он до пор как-то не, ну, не признавая мне то слово, не замечаем наукой. Вот и один из его потомков. Это уже внуки. Почему, ну-ка, вот такие роскошные листья? Да потому я на него привил один из шикарнейших абрикосов. Какой? А что теперь искать бирку? Вот. Культурный абрикос погиб. Вот он чистый, получился непривитый дикарь. Прошло время, я руки не опустил. Вот. И когда у него появился скелет, я продолжил. Смотрите внимательно. Разглядели? Итак, он остался дикарем. Он не принял культурные побеги, не принял культурные сорта. Ни в первый год, вот, ни позже остался дикарем. Ну, теперь посмотрим на эти листья. Итак, одна задача будет выполнена, когда я омоложу и пройду жизнь еще. Фильм этот видели, патриарха. А это его внук. А у внука вот такие уже листья. Абсолютно культурные. И тогда я сказал себе... А, кстати, он предназначен для выпиливания. Его шанс в чем заключается? У него приросты двухметровые, обратите внимание, от полутора до двух метров. Это вся мощь, причем первый-вторый год он очень плохо рос. Здесь глина. Но еще раз, мой принцип. Сверху насыпали тележку земли. Сейчас не видно, она постепенно как бы распылась. Вот тележка земли. В нее был посажен саженец. Итак, один из внука выглядит теперь как? Он инфицированный. Термин инфицирование, в отличие от вегетативной гибридизации, в отличие от насыщения ментора, придумал я еще один термин. Почему? Ну не пошла прививка. Как можно сказать, что это вегетативный гибрид? Какой человек, как был дикарь, так дикарь. Так вот, у дикаря листья теперь вылитые академики. Академики. Поняли? Листья вылитые академики. Что остается делать? Ну, оставить его в таком виде еще дать ему год я не могу. Его приросты огромны. Посмотрите со всех сторон. И он начал душить кого? Свою коллегу. Персикс, видите? Вот это персик. Он тоже теряет листья. Кстати, у меня абсолютно здоровые листья. Никаких следов болезни. Самая обидная эта болезнь, это кучерялось, вы знаете. Никаких грибов, так же как и на абрикосе. Ну, что-то, пятнышки, это уже период увядания. Это уже старческое. То есть осеннее. Итак, его судьба вроде бы решена. Что же мне с ним делать? Вначале, да, он просто выпилю, потому что он задушит персик. Персик, ценность его по сравнению с абрикосом, если не учитывать, что это инфицирование может дать сенсацию. Например, плоды могут быть уже не 15-20 грамм, а 40-50 грамм. Это уже сенсация. Почему? Ещё раз, он не привитый. Он инфицирован генами крупноплодного абрикоса академика. Вот, видите. Итак, промежуточный вариант. Я делаю, отрезаю практически все ветки, оставляю, как у меня уже принято, 5-6. Оставляем. Почему? Его, зависит от того, какие будут плоды. Продить рот или нет. Мелкие будут. Он будет выпилен полностью. Крупные, тогда вот так вот отрезаю. Вот это всё выбрасывается. Вот, видите. Вот так вот отрезаю. Вот это выбрасывается. Вот эти ветки второго порядка, это всё за год. В этом же году появились. Вот так вот отрезаю. Вот так, где тут, рукам мои осадились. И вот, полтора метра. Или, может быть, вот тот же принцип. Три человека заказали веточки патриарха, посадить патриарха на патриарха, чтобы привить патриарха на патриарха, сохранить геном целости или пассив целости. А этот кто? Ведь я же всё это выброшу, всё на костёр пойдёт. Я просто сокращаю его в размерах несколько раз, благодаря сильнейшей обрезке. Даю ему ещё год, чтобы получить плоды, а потом решить его судьбу окончательно. Ну, веточки могут пригодиться, я не буду их дарить. Вот. Сильно большая роскошь. Мне это всё стоило немалые деньги, потому что есть надо, пить надо. Каждый день бензин жечь надо. Вот. За всё платить надо. Значит, эти ветки, как я их назову? Придумаю. Ну, вы догадайтесь. Сейчас соображу, может быть. Может быть. Может быть. Как же их назвать-то? Это уже будут, ну, третье поколение сыновей манджурца. Да, как-то так. Поймёте. Может быть, кто-то всё-таки скажет, эти тоже требуют развития. Почему? В Косточек, второе поколение, в Сенеце у меня выписывал Ваулин, который являлся, на тот момент, директором Минского института, получил сенсационные результаты, практически культурные. из моих сенецово манджурца-патриарха. А с этих что? Полпути пройдено. Они заражены культурными. Почему ими не заняться? Почему не сразу поревать? Можем потом дождаться косточек с них, косточками работать. Но это более долгий путь. Вот это я хотел сказать. И не как альтернатива, а как продолжение разговора. Вот. Видите? Персик Хасанский. И веточка я не мешаю. Она догонит и обгонит персик. Это родная ветка. От подвоя. Видите? Тоже жду от него чуда. Вот. Есть еще тут редкие сорта. Про них пока не буду. Вот. Вот этот у меня получил, смотрите, листья вроде мельче. Мельче. Тогда скажете, здесь косточку, плоды будут мельче. Вот. А ведь это у нас получается, ну, как бы его назовем, среднячок. А я его использовал как скелета образователь. Вот. И сейчас я вам покажу прививки на нем. Чтобы вы поняли, что фирма веников не вяжет. вот. Сейчас я обойду стороной. Это еще не конец разговора. Так, где тут у нас прививки? Где тут у нас прививки? Вот. Сейчас, 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 сейчас. А вот, 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 Так. Вот. почему она вдруг увеличилась, приближала, и на на часть, испорчена часть съемок. Посмотрим. Вот прививки. Так. Тогда получается, что этого дерева мы дадим шанс. Тут инфицирование, как подбой среагирует на привы, и какие ветки дадут привы, и оно тоже начинает мешать соседям. Вот. Его шанс, какие будут плоды. Ну, и, наконец, еще пусть повторюсь. Вот. Итак, здесь было чудо следующее. 20 косточек роскошного королевского было. Посажено, из земли вылезла только одна косточка. Вот здесь была грязка. Пусто. Вот она. Очень приличные листья. Такое впечатление, что они повторяют королевский сорт без одичания. Ну, посмотрим. Вот. Такие случаи бывают. Я про них рассказывал. и, наконец, больше всех разношировал академик из косточек. Сказать ему, что он будет супер, когда он имеет вот такие листья, я не могу. Вот. И самый культурный оказался вот этот. Кстати, он уже лист бросил. Ну, посмотрим. Заранее судить тоже нельзя. Вот разные чудеса я жду в этом саду. Еще раз посмотрели. Вот. Если у меня удачные привычки получились, видите вон ленточки, это значит, что привычки удачные получились. Я продолжаю жду и продолжаю ждать чудо. Вот. Одна прививка. А это кто у нас? Ага. Вторая прививка. И а ну-ка еще. Ага, вот третья прививка. В общем, ждем чудо и даже от подвоенного материала. Почему? Вот то, что я сейчас показал. Ладно, это сеянец королевский. Ладно, академик сеянец, только почему-то лица получились очень мелкими. Вот. Но это культурный. И третий этаж еще культурный. Это культурный. Третий этаж еще культурный. Вот. Ну в общем, вот этот маленький азис закончили смотреть. Здесь я тоже назвал тепловая подушка. Посмотрел с всех сторон. Вот. И солнца хватает. Потому что начинается солнце вон там, где Сен-Шушенская ГЭС. Потом перебирается на запад и сюда вот этот вот сарай сильно не мешает солнцу. Вот. Здесь получается зато затишок. Вот это место даст, покажет здесь чудеса. Ну про сливы отдельный разговор. Вот. Совсем отдельный. Про Венгерки отдельный разговор. Стартовые сливы с плодами до 100 грамм отдельный разговор. И так далее. Вот такими кусочками сад разделен на разные как бы разные географические условия куда входит и состав почвы. Только с третьего года эти деревья начали дали мощный рост. С третьего и четвертый год. А поначалу это было такие вдохлики только из-за глинистой почвы. Почву они пробили. Видите здесь был холм. Ну он и сейчас остался. посмотрите венгерки какие могут дать просто. Вот они. Это к вам пойдет. Ну все закончил разговор. Да. Видите вот тут была грядка першиков. Один два три раз два три четыре вот они. Вот так я их сохранил на зиму. Придавил бревнами бревнышками у меня на большее терпения нет. И все. Дальше накроет снег это потом пересаживать некуда. Здесь плохое место вот здесь для них уже действительно тень. Вот это для них плохое место. Где тень там нет настоящего здоровья когда частичная тень. Это значит деревья не то что больные но ослабленные скажем. Поэтому пересаживать будем вопрос куда. Думать будем. пока в стране для развития садоводства настоящего развития. Вот потому что здесь уникальные вещи не то что их нет в дольщих садах над этим даже не работает. Ну а дальше мы пошли еще немножечко вот вот першик который один прижат к земле в таком виде будет расти второй третий четвертый пятый видите бревнышко прижат и шестой вот в таком виде будут расти вот что меня надумило последний год 2023 этот год у меня в открытой форме персики живы ну я сейчас только их показывал вот там вот в открытой форме но они все вместе их у меня больше десяти они все вместе вот видите вот этот персик все вместе они не дали ни одного плода только те которые в этом оказались в теплице вот а косточки они представляют себе ценность сами знаете какую и тогда я сказал себе ладно десяток укрою вот здесь будет особое укрытие посмотрите я я набил коле раз два так 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 потом я заранее заготовьтесь зиме где-то ветеран сейчас наступит смотрите внимательно долго вот это вот приколотить с помощью гвоздиков вот так это я учеба есть учеба ребята сюда смотрим вот так видите смотрите вот это вот на два кала опускаю сейчас вот так оп падает сейчас секунда все набегу вот так видите теперь это все превратится в конструкцию как бы ребра жесткости затем сверху будет ткань какой я покажу потом я остановился все-таки не послушал никого из друзей из опыта все равно остановился на стекло ткани посмотрим что будет деревья не привитые колесо пешите один два три один два куда третий делся а то есть их всего два третий то я не стал трогать куда делся раз два они прекрасно имеют развитые развитые скелеты и легко гнутся и в таком виде они идут зиму будучи укутаны со всех сторон с помощью стеклоткани ну потом по краям будет засыпано снегом ну а там они и так почти неукромные я вам даже сейчас показывал думаю этого будет достаточно ну вот еще один маленький фильм на общего развития я снял а там вот что сможете то повторите вот делайте как мы делаем лучше нас так так скажем так так как так 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 Продолжение следует...